Эй, пацанчики, тут нестыковка! Оказывается, вы не мои гости. Я не ждала вас сегодня. Найдите другое место для ночевки. Валите отсюда. После продолжительных переговоров мы таки получили место для ночлега в этом доме. Эй, пацанчики, я тут матрасик принесла. Ты что, снимаешь, паскуденыш? А, пофиг. Это хорошая память для нас. Сегодня открывается автосалон в Женеве. И мы, полные сил, были готовы покорять его. Здесь стоп надо было сделать. Я сделал. Женевский автосалон – одно из ключевых шоу в автомобильном мире. Оно ежегодно, исключение период Второй мировой войны, с 1905 года проходит в марте. То есть стартовало еще в те далекие времена, когда не было целенаправленной, сформированной отрасли автомобилестроения. И машины были чем-то таким вау. И мало кто их мог себе позволить. Да и тогда делали ставки, что же победит – пар или бензин. Первые годы автосалон проводился просто под открытым небом. И тут были преимущественно автомобили с паровым двигателем. Сейчас же он выглядит вот так. Продолжение следует... Ну а Сузуки уже 115-й год подряд показывает, угадает... Вау! Древний! All new! Потому что она стала более блестящей. Может, это, кстати, та же, которая у нас на ведрошоу была. Никто не знает. Мы были на выставке всего три дня. Но этого с головой хватило, чтобы погодные условия изменились кардинально. Пришло время продолжить путешествие и посетить города, в которые мы не заехали по пути на выставку. И первым делом мы решили посмотреть саму Женеву. Вчера был последний день мотор-шоу. И сегодня мы продолжаем наше путешествие. Я проснулся с утра и вижу, что за окном уже идет снег. И поэтому у нас на контрасте все будет в этой поездке. Куда мы сегодня едем? Женеву смотреть, Женеву, потому что мы ее не видели. Сейчас у нас Женева, а потом мы еще решаем или Штутгарт, или Мюнхен. Скорее всего, в Штутгарт поедем. Но вообще на повестке дня у нас сейчас мотнуться во Францию и заправить керосинки себе, потому что здесь дорого и все. Да, мы же ездили во Францию и за продуктами отсюда, и сейчас заправляться едем. Здесь буквально три километра до границы и от нашего дома. И там в два раза дешевле. Вот и Франция. Все, заехал. Так, проехали, проехали. Все, мы во Франции. Не прошло и 20 минут, как мы встряли. Заправку мы не нашли и решили развернуться и ехать в Женеву. И теперь здесь огромная пробка, и мы уже стоим, наверное, минут 20. И это еще не конец, будем стоять дольше, походу. Все такие веселые, поэтому по душе аж умирают. Но перед тем, как отправиться смотреть город, нам надо было запарковаться. Но воспользоваться свободным паркоместом у Тимы не сразу получилось. Мэтт, 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 Сибу Пле. Ай-яй-яй, опять то же самое. Там вообще парковочное место было, да? Да. Сейчас я запаркуюсь дальше. Надо взять еще разу. Боже мой, жандарм. Не-не-не-не-не-не, я стою, я туплю. Не-не-не, я туплю. Ты проезжай, проезжай. Я хоть видно? Да, они мне все показывают. Уезжай. Нет, не-не-не, не запарковывай. Парковывай. Что, поехал на наше место? Ой, прости. В прошлой серии мы рассказывали вам про пригород Женевы, про незабываемый, уютный, просто сказочный городок Фоунекс. Что касается самой Женевы, она не менее впечатляющая. Расположена на берегу озера в окружении гор. Мы прогулялись по набережной в надежде увидеть одну из главных достопримечательностей. Фонтан Жидьо. Но вот облом. В это время он не работал из-за непогоды. Но лично для нас мелкий дождь и ветер не стали помехой. Какой это замок? Не взламывал. Мы, пеши, обошли центр города, заглядывая во дворики и забредая в переулке. В рабочий день здесь тихо, уютно, спокойно, даже как-то слишком спокойно. Поэтому мы решили внести немного своей харизмы. Помаши рукой. Помаши рукой. Ой-ой-ой, а я могу пузырьки делать. Как три богатеря. Чувак, я на газу спал. Ой-ой-ой, а я на газу спал. Ой-ой-ой, а я на газу спал. Спустя несколько часов мы поехали в Германию. Планом на сегодня было добраться до Штутгарта. И мы едем в Штутгарт. Не спрашивайте почему, потому что мы сами не знаем. Просто я слышал, что такой город есть. Возможно, у нас там есть даже друзья. Цены в Швейцарии были в несколько раз выше, чем в Германии и во Франции. Поэтому тратить деньги было нецелесообразно. И мы перебивались с тем, что нашли в машине. Я ее вареное не перевариваю. Она вкусненькая. Ты что, никогда не пробовал? На, укуси. Я еще могу маску теперь пополадить? Попробуй. Она в сто раз круче, чем вареная. Смотри, ты засрал тут все. Тут так чисто было до того, как мы приехали. Теперь все в Мивине. Федренко, ты говорил, что если мы подъедем к этому озеру, ты разденешься и нырнешь. Два дня назад ты хотела это сделать. Давай, сказал, сказано, сделано. Вообще легко. Надо только принесить полотенце. Ладно, да, хорошо, я поехал. Портовой компьютер выдал нам предупреждение о том, что упало давление в шинах, поэтому мы остановились, подключать немножко, или проверить, хотя бы упало. Добираться в Германию по автобанам намного быстрее, но так вы ничего не увидите, поэтому мы решили съехать и поехать через местные деревни и села. Мы выезжаем из Швейцарии, поехали чуть не туда, я повернул его, поехали не автобанами, а какой-то живописнейшей, прекрасной дорогой. Мы уже часа три назад выехали из Швейцарии, но зато посмотрели много всего живописного. Навигатор должен вам показать, что мы выехали. А что-то не показывает. Не показывает. Хотя, а может быть, еще не доехали, там просто указатель был, дождь туда. О, все. За секунду все порешалось. Все, сейчас мы как бы жарим 200 и добудем. Думаешь, что мы не автобана, а прямо на автобанах. Да, конечно. Сейчас мы опять теперь будем до Штутгарда ковылять по каким-то селам Германии. Вообще-то я, чтобы вы понимали, очень на это рассчитывал, что сейчас повороты, мы... Что, я не туда поехал? Да. Ну и как ты будешь... Ну и что ты делаешь? Ну а зачем ты по паркюрам ешь? А сюда вариантов как? Блин. Там полизы, кстати, вон стояли. Да? Да, давай, давай, газу, газу убираем. Спустя несколько часов мы все-таки выехали на автобан, но ехать больше 100-120 км в час тут нереально из-за такой видимости, потому что погода... О, что это? Погода очень сильно испортилась и весь поток замедляется. Но ехать интересно, мне нравится. Нам обязательно надо было снимать машину, чтобы было, что вам показать. Но на автобанах это было сделать невозможно. Поэтому, встретив точно такой же Туран, мы решили снимать его. Он же, в свою очередь, заметил, что дело не чисто и постарался оторваться. В этот раз мы решили не тупить жильем и сняли номер в самом центре Штутгарта через Booking.com. Пункт назначения расположен на улице с ограниченным проездом. Пожалуйста, я оператор, я решать его убрать. Ходим по Штутгарту и тут такие нюансы, что часов 8 или 9 пробило. Тут большая часовня или костел, я не знаю, что мы его проезжали, очень большой. Пробил колокол. И сразу все ресторанчики, магазинчики. Все двери закрываются, мы только подходим. Все, нет, извините. Уже купить ничего нереально. Вот реально по звонку колокол пробил И они все так Работает, кстати, много очень кебабов разных Такие восточные блюда Здесь, видать, в почете И всякой азиатской кухни И вот еще несколько таких точек работает И мы сейчас идем тариться суперской шаурмой Мы взяли три шаурмешечки Короче, друзья Мы поселились в офигенном отеле Три звезды И посмотрите, здесь целых три кровати Одна вот эта вот моя Человек в ботинках из коровы И терраса Несмотря на то, что мы катаемся уже пять дней И проехали более трех тысяч километров Наше путешествие только набирает обороты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова